Россия – сила, и слава Бога! Спасибо за каждый год! В Самаре в библиотеке имени Надежды Крупской прошла презентация военно-патриотического проекта «Обыкновенные герои». В видеофильме ярко показана связь времен, солдат Великой Отечественной и бойцов, кто сегодня на передовой выполняют боевые задачи. Авторы проекта – композитор Татьяна Тумбинская и член Союза художников России Александр Бондаренко. Работа нацелена на воспитание молодежи в духе патриотизма. Без знания истории, без сопричастности к тем героическим событиям, которые прошла и проходит наша страна, невозможно воспитание новых граждан, которые будут с достоинством и честью продолжать эти традиции героические, и обеспечивать защиту и расцвет нашей страны. Для гостей подготовили литературно-музыкальную программу. Исполнение песен военных лет и чтение стихов. В программе звучали произведения поэтов военного времени и современных авторов. Константина Вашенкина, Константина Симонова, Белла Ахмадулиной, участника СВО Руслана Стоцкого и мои произведения. И удивительным образом они очень гармонично сплелись в единое целое. И они очень близки и понятны нам, живущим сегодня в 21 веке. Музыка – это сестра живописи, говорил известный итальянский художник Леонардо да Винчи. Так считают и авторы проекта. Поэтому в презентацию решили добавить немного красок, привезли картины. Именно вот эту эмоциональную и музыкальную часть мы объединили с изобразительной плоскостью, где мы показали проблемы, которые, к сожалению, касаются не только событий военных, но и вообще нашей жизни в целом. И не только у нас. К сожалению, вот здесь и беженцы, и темы, связанные с войной, с пандемией, связанные с изменением вообще человеческого внутреннего мира. Гости оценили презентацию по достоинствам. Одни просто наслаждались искусством, другие будто вернулись в прошлое. Я почувствовал, как будто я вновь на огненной черте. Потому что, когда смотришь ребят, когда слушаешь песни, и ты мысленно находишься там, это просто еще раз говорит о том, что вся страна, от мала до велика, вся встала на борьбу с нацизмом, с единым фронтом. Чтобы о фильме узнавали все больше и больше людей. Такая цель у авторов проекта. Поэтому было решено скопировать его на флешке. Их передали в школы, военкомат и пункты отбора на службу по контракту. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.